Добрый день, Ирина Васильевна. Какую долю в структуре затрат фермы вашей молочной занимают силосная и зерновая кукуруза? Затраты на молоко имеется в виду? В структуре площадей кукуруза занимает у нас 35%. Вообще рекомендуется заготавливать силос с запасом полторагодичным. Мы обычно заготавливаем на год, но я считаю, что это наша ошибка. В этом году мы приняли решение все-таки увеличить посевы площадей, потому что прошлый год показал, насколько опасно рассчитывать на один год. Это первое, конечно. А второе, что опыт уже показал, что чем больше силос лежит, тем он зреет, увеличивается перевариваемость силоса, улучшается его качество. Поэтому полтора года, даже нам советуют два года. Ну, два года это, наверное, технически сложно. Не у всех есть мощности, силосные ямы, чтобы так заготовить. Но полтора года это как раз в самый раз. У нас занимает 35% площадей кукуруза, это силосная зерновая. Но все-таки это маловато. В этом году мы, наверное, немножко увеличим долю, да? Да. Интересно. То есть вы где-то от площадей, у вас около тысячи гектаров, как мы уже не раз сообщали, около тысячи гектаров. И из них около 40% вы будете отдавать под кукурузу силосную и зерновую. При этом больше, наверное, силосной кукурузы будет посеяно, да? Да, конечно. Где-то будет 30% силосной и 10% зерновой. Ага, ясно, ясно. Какие гибриды? Это тоже такой, если силос очень хороший. Да, да. Если силос очень хорошего. Если силос хорошего качества, то можно зерновой немножко меньше посеять, если ты знаешь, что заготовишь. Ясно, ясно. Вот какие гибриды вы сейчас сеете и почему именно этим гибридам отдаете предпочтение? Гибридам и сортам, может быть, и сорта вы используете. Ну, мы уже занимаемся животноводством более 10 лет. Все годы мы съели российские гибриды. Четыре года назад приняли решение все-таки ставить эксперименты, переходить на импортную. Сейчас у нас селекция. Сейчас мы съем 50 на 50. 50 российской, 50 импортной. Все-таки, наверное, из-за того, что импортные гибриды очень дорогие, мы еще не определились, на каком все-таки остановиться. Ну, и с нашей погодой рисковать, ну, не то, что рисковать, а, наверное, вкладывать именно в силос, не знаю, как будет урожай, вкладывать именно в импортные семена, ну, наверное, затратно пока для нас. Хотя, я думаю, года через два мы полностью перейдем на импортную. Как показывает уже практика, вот за четыре года, это небольшой, на самом деле, опыт, я еще не могу быть экспертом в этом вопросе, но уже какие-то для себя выводы сделала. То, что из силосной кукурузы, ой, из импортных гибридов получается более лучший силос. Вот так. Это не только крахмала, но даже не столько крахмала, сколько перевариваемость самого силоса. А чем лучше перевариваемость, тем лучше коровы больше съедают сухого вещества и больше дают молока. Вот так. Среди импортных гибридов тоже можно выбирать, какой лучше, какой похуже. Не буду называть конкретно, потому что это, наверное, будет неправильно. Но еще хочу сказать, что очень важно даже не сколько какой гибрид ты выбрал, а как ты его смог заготовить. Тут же влияет еще высота среза, допустим, поливалась ли, попала под дождь кукуруза или нет, как ты правильно ее посеял. Ну, вот эти все моменты сложно вот однозначно сказать. Этот гибрид хороший, этот плохой. Я всегда говорю, когда нам приезжают консультанты, привозят новые гибриды, предлагают купить у них, я всегда требую сопровождения. Потому что говорю, я сейчас неправильно что-то сделаю, а завтра я скажу вам, что ваша кукуруза, так сказать, не подходит на молоко. Вот, ну, и хотелось бы отметить, что, конечно, среди продавцов очень мало таких компаний, которые действительно сопровождают и действительно могут грамотно донести, почему получилось, либо не получилось. Два года назад мы брали французские семена, вот Кассат Семанс. Здесь идет, значит, как бы парно идет два гибрида, которые сеются два ряда вот Кларити и два ряда Гальвани. Специально подобраны так гибриды, они дополняют друг друга. О, как интересно. Значит, да, они обещали, что молоко у нас прям будет, зальемся молоком. Так и случилось. Но почему мне этот гибрид не понравился, мы не получили хороший урожай на нем, мало силоса было. Опять же, да, может быть, дождь был или что, повлияли какие-то погодные условия, но я просила ребят объяснить, потому что я сдавала на анализ силос, я не увидела тех показателей, которых мы ждали. Там переваримость была обычная, крахмала не очень много, но молока было очень много от нее. Я просила и французов разобраться в этом вопросе, но так мы и не смогли разобраться. То есть, как бы ребята вроде как и правы оказались, но доказать, что вот почему так. Не говоря уже о том, что когда не получается, представители фирм вообще не могут объяснить, что начинают говорить, что вы не платили. А где же вы были, так сказать. Вот. Ну, в этом году я назову, какие мы выбрали, опять же, потому что хорошее это, ну, на чем мы остановились. Мы сделали предпочтение ДКС-4014. Мы опирались на мнение Учхоз-Краснодарского. Они, ребята, молодцы. Там руководитель Насаленко Полсаныч. В прошлом году сделали очень интересный опыт, заложили много образцов. У них была кукуруза и на поливе, и без полива. Делали эксперименты, разный срез силоса. И у них показало лучше всех ДКС-4014. Опять же, не могу отвечать за, как они там делали. Не хочу делать рекламу, как бы, но это выложено на Фейсбуке. Это, как бы, не секрет. У них получилось так. И в этом году мы решили опереться на их опыт и попробуем сделать свои выводы, что получится у нас, так сказать. Да, интересно. Скажите, вы сейчас, какая у вас планка по надоям молока по ферме вашей? Сегодня у нас надои 31 литр надольную. О, хорошо. Я считаю, что это очень высокий показатель. Да, это хороший показатель. Потому что силос у нас ужасного качества. У нас в прошлом году была засуха, крахмала нет, переваримость ужасная. И на таком силосе доить 31, это, я считаю, просто достижение. Ну да, здорово, здорово. А в год вы получаете от своих галштинов сколько от коровы? 9500. 9500. Очень хороший тоже показатель. Вы растете и ферма растет. Да, у вас сейчас уже дойных коров сколько? Дойных 550. 550. Ну, уже солидная ферма. Мы не гонимся за количеством. У нас на самом деле не позволяет технически расшириться. Но по качеству мы постоянно совершенствуем генетику и работаем с сексированным семенем. Много внимания уделяем нашим телочкам, чтобы вырастить хорошую замену стада. То есть мы работаем над качеством сейчас. И мы на самом деле достигаем. Вот с каждым годом я вижу, что где-то там в том году мы отставали, чем в этом году. Ирина Асельна, вот прошлогодний результат по кукурузе, он многих обеспокоил и в Краснодарском крае, и на Ставрополье, и в Ростовской области. Вот вы для себя какие-то выводы, помимо того, что будете стремиться больше площадь отводить под кукурузу, еще, может быть, что связано с засухой и какие вы, может быть, решения будете принимать. Может быть, по срокам сева, может быть, еще какие-то что-то можете сказать на этот счет? Ну да, во-первых, конечно, мы, кроме ДКС-4014, выбрали еще два других гибрида. И в первую очередь смотрели на то, чтобы кукуруза была засухоустойчивая. Это в первую очередь, на это опирались. Ну и второе, мы приняли решение ставить поливные системы. Буквально вчера разговаривали с инженерами, будем строить скважину, потому что у нас в животноводстве все-таки должны быть какие-то площадя, как страховка на люцерну и на кукурузу. Потому что, смотрю, климат меняется, хотя это еще спорный вопрос. Многие говорят, что это цикличность. Но вот такие года, как прошлые, очень сильно подкосили, как бы, и не хочется больше повторения такого опыта. Да. Ну, сейчас вроде бы наметились послабления по поводу скважин, что полегче будет процедура принятия решений по поводу скважин, что, чтобы ее пробурить, уже не так много будет мороки. Действительно так? Ну, послабления я не знаю. Я еще не занималась, не прошла этот путь. Но то, что министерство сансидирует строительство, это, конечно, очень большое подспорье. И это тоже повлияло на принятие нашего решения. Ясно. Ирина Васильевна, спасибо за комментарий. Спасибо. Рада была вас слышать. Удачного сезона вам. Хорошо. Ну, на этом мы остановимся. Я хочу вам сказать, что мы завтра выезжаем, но с Нежинцем оказалась передвижка. У него завтра там нагрянуло собрание лошадников, а он же большой лошадник. И говорит, что мне надо прямо поехать в Краснодар и встретиться там с коллегами, коневодами. Так что передвинулось на 18 число, поэтому в любом случае мы бы с вами туда не попали завтра. Так что мы поедем, маршрут изменим. Сначала в Курганинск, в Ботанику заедем, в Космоис, а уже на следующий день к Нежинцу 18 числа. Хорошей вам поездки, Ирина Васильевна. Рад вас видеть. Хорошего года. Удачи вам. Счастливо. До свидания.